12 февраля Казанские федеральные посетили представители одного из самых молодых государственных вузов России. Целью визита Югорского университета является организация обменов между вузами во всех сферах академической деятельности, а также между соответствующими факультетами, институтами и подразделениями, которые смогут установить деловые отношения в рамках сотрудничества. И делегатам действительно было, что обсудить с представителями Казанского федерального. Приветствую гостей вуза, проректор по образовательной деятельности КФУ обратил внимание присутствующих на динамичное развитие Казанского университета, который с года в год заметно набирает обороты. Это этап динамичного развития, когда после организации в 1804 году Казанского университета до 17-го года, до известных вам событий, шло достаточно такое выступательное и достаточно быстрое развитие Казанского университета, когда были сделаны множество открытий. И даже в то время Казанский университет очень сильно работал на всю Россию. Достаточно сказать, что по идее Казанский университет должен был служить мостиком между культурой Запада и Востока. Заслушав ознакомительные доклады о Казанском федеральном и Югорском государственном, стороны обсудили детали сотрудничества. Одной из первых тем стали нефтегазовое дело и природа пользования. Успешные результаты университетских ученых в данных направлениях известны не только в пределах Татарстана, но и по всей стране. Отмечая тот факт, что Югорский университет тоже активно развивает нефтегазовое направление, глава данного вуза отметила богатый опыт работы с нефтью у исследователей из Казанского университета. Если говорить о динамике добычи нефти, то она отстает по сравнению с динамикой нефти добычи в Казахстане и даже в Казахстане. Поэтому и губернатор Казанского университета отметил эту тенденцию, но и полкредит у нас присутствовал в Уральском федеральном университете. То есть достаточно тщательно анализируются приоритеты как для самого университета, так и те, с кем опыт должен выстроить партнерские отношения для того, чтобы решение адаптировать.